доброе утро дорогие друзья вы на канале вера ваникова сегодня 14 декабря 2019 года и я хочу вам чуть-чуть похвалиться буквально вчера мы сможем ездили в гипермаркет который называется глобус и вот такой улов нас там ожидал была акция на форельку килограмм за килограмм мы отдали 439 рублей 90 копеек вот здесь примерно 2 килограмма и конечно же я не удержалась и купила вот еще одну форельку она практически уже готова я голову хвост плавники все это обрезала и и варю суп вот тут у меня рыбный супчик варится это будет очень очень вкусно саму рыбку я конечно же буду засаливать и как я это буду делать им обязательно обязательно покажу я вам обещала показать как я разделываю рыбу для этого мне понадобятся перчатки и не потому что я такая работаю перчатках я не буду работать таких перчатках я все готовлю просто руками перчатки мне нужны для того чтобы не скользила так рыба когда руками рыба сильно скользит а так мне удобнее будет держать а для этого нам понадобится острый нож который мне сергей николаевич вроде как наточил сейчас будем пробовать и значит нам надо разрезать эту рыбку по хребту что мы сейчас мы пытаемся сделать это конечно не так просто а еще я стол застелила вот такой пленочкой намочила стол водичкой и так пленочкой чтобы у меня было потом легче все это убирать пленку собрала и выкинула никакой мороки и так мы вступаем вступаем но это не такой простой процесс я вам скажу товарищи мои милые но я попытаюсь это дело сделать так должно быть то есть мы ее так вот идет 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 но кости хрустят значит острый ножичек у нас так секунду секунду все рассмотрим что у нас тут получилось еще не до конца позвольте идут до конца кости эти дарежу такая штука у нас получилось это мы пока оставим так теперь нам нужно оставить все-таки филе я вот эту часть чтобы она мне не мешала те те же или как его называют я ее срежу беру что филе осмотрелась попросили ловочку это мы окружим это все просто конечно мы не будем такую вкусняшку отдельно будем засадивать так пока и сторонку и вот такой кусочек у нас все нам надо нету все костей нету все нормально все нормально так теперь нам нужно взять пинцетик и пинцетиком вытащить косточки а косточки здесь есть но так и поехали значит мы вытаскивать косточки вот где они у нас тут еще не так просто все это сделать может не с той стороны так ладно сейчас мы с той стороны попробуем и итак друзья мои хорошие мы продолжаем я конечно все немножко повозилась пришлось повозиться в итоге у меня получилось из двух рыбин такого филе шикарного 1 килограмм 950 грамм ну будем считать грубо 2 килограмма чуть-чуть до двух не хватило теперь что я дальше делаю я беру на каждый килограмм 2 столовые ложки соли и одну столовую ложку сахара значит я беру 4 ложки соли и сильно вот так вот у нас два три солить конечно люблю 4 4 соли и 2 сахара все это смесь мы перемешиваем и вот этой смесью соль с сахаром я буду солить мою рыбку я не вожу сюда конечно не кладу вернее не лавровый лист не черный перец дело как говорится вкуса я не хочу такую рыбку мы всегда так делаем без всяких приправ некоторые с укропчиком делают любят у кого свежий если бы не было свежий укропчик я может и положила бы но у меня сейчас что его нет так у нас есть это делаем мы берем емкость стеклянную случае не менее какой-нибудь пластмассовую не металлическую керамическую лучше всего подходит для засолки именно стеклянная посуда так на дно я сыплю нашей смеси сюда посыпаю так вот и начинаем нашу рыбку сюда я наверное я наверное так она не войдет мне будет неудобно то есть я ее разрежу пополам и буду посолить так шкуркой вниз беру сольку вот так вот притрушу солькой следующую теперь я уже беру не шкурка шкурку вот так мясо мясо уложу положила тоже притрусимой смесью остался так мы теперь шкурка в шкурке тоже и теперь сюда же миску в миску тоже кладем рыбку так все это еще и трусим все вот так как надо все и теперь друзья самый у меня еще коронный секретик есть берем водку я не рекламирую это рекламирую просто это секретный ингредиент грамм 30-50 я полью водочкой еще сверху вот так вот рыбка тогда будет немножко не будет разваливаться одним словом друзья вы не подумайте что я эту рыбу которая осталась буду выбрасывать это будет у нас на более торжественный случай то праздники на новый год столу эта красота а вот это вот тоже это очень вкусно с косточками и все прочее но это мы сидим менее торжественной обстановке когда можно спокойно посидеть смаковать это косточки у вас вот эти вот теша теша и сюда пойдет также тишина на будний день уже мы ее присыпаем также и следующий слой так вот такая вкуснота у нас получится был сергей николаевичем сидеть с пивком и обсасывать каждую косточку это будет очень-очень вкусно и не сомневайтесь вот это жирненькая тоже люблю может кто-то не любит как говорится на вкус на цвет товарищей нет друзья теперь рыбу которую мы приготовили и на праздник на будний день это мы значит закрываем пищевой пленочкой и что это тоже надо закрыть и ставим ее в холодильник наверное часов на 12 больше не надо ставить вот потому что она сильно будет соленым я понимаю что некоторые скажут что это мало некоторые скажут это много но исходя из собственного моего опыта я считаю что это очень очень достаточно так что пройдет какое-то время не лишь 12 часов и мы с вами эту рыбку попробуем так друзья один важный момент забыла вам сказать когда вы поставили в холодильник пройдет несколько часов обязательно ее переверните чтобы потому что здесь появится рассольчик и вам надо та которая была внизу а наверху поменяли местами рыбку и так можно сделать раза два три за 12 часов тогда она более равномерно у вас просолится такие вещи итак друзья наша рыбка форелька готова прошло уже больше суток она у меня стояла в холодильнике вот такая рыбка у меня получилось и вот столько видите много рассолу потому что мы сюда и водочки попалили рассольчик что дальше я делаю я этот рассольчик сливаю рыбку ложу на полотенце бумажное чтобы она слегка подсохла поскольку эта рыбка у меня пойдет на торжественное мероприятие то есть новый год у меня уже скоро день рождения поэтому мне надо ее как-то сохранить до этих дней что я буду делать я эту рыбку одну часть половина я положу пищевую пленочку и положу в морозилку а вторую половину я положу стеклянную баночку и залью маслом до хранения чтобы она у меня до 23 декабря и до нового года сохранилась так надо так и вот друзья я уже попробовала кусочек этой рыбки это очень вкусно соли только-только вот как оно надо она и не слабо соленая она не сильно соленая она в меру рыбка получается замечательная так единственное что вот у нас рыбка она такая не толстенькая понимаете она какая-то вот ее резать если вот так это не будет не очень хорошо а я делаю вот такие вот широкие полосочки вот как я это делаю небольшой лайфхак то есть я отрезаю рыбку потолще вот такой кусочек потом я его разрезаю еще пополам я тут что-то толсто зарезала ничего страшного вот и вот так вот до конца ее не разрезаю она мне была длинненькая и вот так вот ее делаю как бабочку немножечко вот так вот ну тут конечно ладно сергей николаевич такой хороший кусочек и вот такой широкий кусочек рыбки у нас толстенький получился то бишь я ее так вот отрезаю кусочек кусочек вот так разрезаю еще пополам не до конца и разворачиваю как бабочку и она у меня такая вот широкая получается так что я думаю все секреты свои свои раскрыла ничего не утаила сейчас мы сергей николаевичем будем пить кофе вот с таким вот бутербродиком масло свежее хлебушка купили масло свежая рыбка свежеприготовленная свежезасоленная вот и с чашечком кофеечка это я думаю то что как говорится доктор прописал это будет очень очень вкусно и полезно друзья поэтому не мне вам говорить насколько вкусна форель как приготовлено в домашних условиях друзья готовьте солите рыбку может по моему рецепту можно по моему рецепту это не столь важно это дело вкуса я вам показала свой рецепт как я это обычно делаю поэтому мои хорошие до новых встреч всего самого доброго подписывайтесь на мой канал и до новых видео всем всего самого-самого доброго пока пока пока